привет дорогие наши друзья и зрители нашего канала всем приветики дорогие друзья сегодня у нас ужин мы будем кушать картофельную запеканку картошка по-французски так тут чуть-чуть лучок нет у нас тут в тарталлеточках салатик ой настя меня балуют сегодня вот прям балует здесь куриное филе огурчик сыр майонез соль вот я хочу вот с этого начать что за пеканочка только-только приготовилась настя и вот буквально я вот пять минут назад пришел и она ее как раз отставала с духовочки ну пробу я не знаю но она скушала будет вкусно попробовать вкуснотища то какая новый год продолжается такой еще не растиралась он как а запеканка вкусная слушайте нашла рецепт могу с вами поделиться картофель кружочками нарезаешь на одну форму слегка маслом смазываешь и сверху лук много лука две головки у него шла две морковки большие ушли на терке трешь на сковородке тушишь с маслом до готовности укладывать получается картофель сверху лук с морковкой вот при тушеный и майонез сеточку тоненькую и в духовку под фольгу чтобы лучок не пригорел я чуть-чуть это все не сразу фрагу надела забыла вот и в духовку там короче минут на 30 до готовности проверяйте картофеля вытаскиваешь сыр сверху и еще минут там на пять наверное без фольги уже и все это скажет картофель по-французски бизнеса картофель прям во рту тает вообще классно друзья ну да это ж просто божественно ну как вам моя прическа вот скажите я наконец-то покрасила настенька я вот прям вообще помолодела стала просто из моделью сам не делали просто модель мелкое эмилирование на как вам повернуться может быть получится как посмотреть вам полном объеме нашла девушку очень хорошую мне понравилось как она все это делает аккуратно мне кажется получилось не мне очень нравится классно снастя уже давно не красилась ничего подобного не делала я даже как-то немножко отвык но сейчас я понимаю что зря зря настя так вот затягивала с этим делом надо было делать раньше волосы то длиннее были я раньше часто делала эмилирование всегда мне сказать дождение детей мы с тобой познакомились эмилированная была да я помню это я не забуду но вообще говорят что все таки надо волосам давать отдохнуть можно можно сказать что на себя просто дала своим волосам за такой отпуск чтобы они окрепли восстановились потому что я насколько знаю что вот эти покраска это все-таки она как-то портит она даже не полностью волосы себя красиво так эмилировала там прядочками небольшими тоже не знали внизу не пропеклась не знаю я вот все беру и снежку снежу все одинаково получил рецепт она говорила в один слой картофель но я еще по второй еще вышел у меня картофель прям нежный получил прям вот нежный нежный анютка клюкова такое образование у дениса и кто он по специальности у меня два диплома средне технические высшая техническая техникум я заканчивал короче электрик мышку я заканчивал у нас была такая специальность машин и аппарат химических производств насос установки все что связано с переработкой нефтепродуктов машина установки на диплом у меня был производства ректификационного проектировал ректификационную колонну для перегонки спирта петилового я знаю как это делать пока что но в итоге как-то я по факту по специальностям то и не работал никогда особо вот прям чтобы электриком работать я вот так же как я ни разу и после того как получил диплом на я в принципе уволился уже не работал нефтезаводе и уволился уже к тому моменту получать сахалина где я ездил занимались обслуживанием нефтяных платформ и итоге и получилось меня по диплом поработать ну честно я не жалею вкуснятина норишка пишет мне послышалась или насти назвала дениса ловой когда прошло видео ты меня лова называла предоставьте тайм-код ну честно я не слышал какие ваши доказательства вкусно на армина лива вы в китае были что ли можете ответить добыли и не раз осень чтобы пару раз были в китае я был два раза это было два раза и это было больше раз ты но мы с тобой вместе были один один раз тобой вместе я еще с мамой ездила потом пару раз я много было раза четыре точно мощность у нас очень профессионалка можно сказать практически знают китайские я пару раз съездил мне хватило если честно ну раз-два съездить ну смотря в каком китае ты же не был в китае аквапарке там где можно отдохнуть и был просто в каком-то торговом городе ну да я про торговую вот это и говорю движуха вот эту торговую понятно я не говорю про желтое море там где можно конечно съездить но вот в то место куда мы ездили там в основном ну так за вещами ездит слушай я не знаю но я когда только приготовила был совсем другой вкус возможно огурцы пустили сок нет вкусного чем-то туалет тоже обалденный совсем другие по вкусу но вкуснее что любили такой что мне кажется да только только признаюсь я не сейчас вкусный какой там был какой-то сверх вкус возможно сок пустили ну картошечка просто великолепная я так еще не готовила по такой рецепт не помню да чтоб ты именно вот так картошечку готовила тебе нравится да вот этот когда сырок так растягивается сейчас еще хочу одно буду приготовить детям чаю от гремели новогодние праздники наконец-то все вышли на работу работу но я знаю что много кто и раньше уже на работаю чтоб но мы только сейчас получается у нас началась первая рабочая неделя жест честно отвыкаешь от того что надо рано рано утром вставать я сегодня с утра еле-еле проснулся и даже седу два будильника поставил разное время в таких случаях вдруг проснусь отключу захочу поваляться пять минут и усну нам тоже не пришлось вставать а пораньше паша в садик будить умывать одевать следующая даша у нас на очереди заплетать одевать как конвейер да получается а потом лёшка ну когда лёшка пойдет вообще куда-нибудь у нас даша уже должен быть взрослая сама за собой следить тому времени я помню уже класса наверное с 5 как-то вложит она точно сама себе будильник ставила сама вставала делала себе хвост и шла школу а ты хвостик хвост себе за раз затянула и пошла ну да потому что меня мама заплетала а я помню с какого у нас вторая смена то началась по-моему с пятого или с третьего класса точно я не помню у нас всегда первая была не у меня не всегда у меня и много раз была вторая смена то что мне нравилось просыпаешься с утра не надо рано вставать все уже на работе дома никого а ты спишь в свое удовольствие ну такого не было посыпаешься там пойдешь чай себе заваришь попьешь умоется ну и начнешь там потихоньку в школу собираться кстати получается штуммелирование я делала на натуральные волосы ну у меня только концы были чуть окрашены вот и парикмахер ее Ольга зовут она сказала что ей нравится работать с натуральными волосами что краска ложится по-другому цвет проявляется по-другому нежели на окрашенные вот вот так вот я еще знаете сомневалась аиртач сделать или мелкое эмилирование аиртач это долго еще дольше часов 5 наверное минимум а ты выбор то сделала из-за ну из эмилирования потому что по времени или ты сама хотела по времени быстрее артач ты наверное да хотела в начале думала прям сто процентов артач сделать там получается как там техника другая там дольше все это там подуванием как-то там рассказывает феном убивается так надо было сделать что ну это очень долго ну и что ну и что по-моему получается как она объяснила концы полностью белые идут прям как блондинка это у меня как прядками вот а сверху затемнение как переход идет ну прикольно тоже когда-нибудь я сделаю что-то новое пробую обязательно ешь ешь остановиться не можешь ты сегодня обедал да ты сегодня кабинеты брал да и салатик взял вот этот наш витаминный что-то три дочку съем и все сегодня столько времени потратил остался в социалку дозвониться так и не дозвонился в итоге мы хотим получить удостоверение многодетной семье я тоже звонила вообще заняты видеть ну такое ощущение что они по-моему отключили просто а у них не один же номер у них же по-моему второй там был я только один нашел нашел один я что подумал если я завтра не дозвонюсь может прям куда заехать да попросить ну просто спросить узнать я про это удостоверение читала где-то помню что там просто все приходишь даже без записи я понимаю но сейчас коронавирус сейчас без записи никуда не попадешь то есть там нет такого что пришел занял очередь и получил все нам сегодня на работе сказали что у нас будет очень много работы что типа не рассчитывайте на отбулы там открашивание а больничный если больничный там уже понятно ну что делать сытненько так угу я вот еще пару вилочек зацеплю и тоже наверное все фантастика да ешь 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 ну еще место оставь будет чайпитие конечно чайпитие тем более если я осилю конечно сегодня вся ужарилась на кухне уже готовить вытяжку включаю вкусно во готовьте не пожалеете ну что все поел перекусили моя дорогая ну что дорогие друзья пожалуйста ненаглядная моя бесподобная моя это потому что он поел сейчас чуть проголодается сейчас дети тут-то присядут вечером на ушки нет я всегда такой всегда такой вот всегда всегда ну что дорогие не слушайте ее она все неправда это все неправда неправда ну что дорогие наши зрители всем большое спасибо за ваши просмотры лайки и комментарии всем до скорой встречи скоро увидимся пока 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 и